Итак, всем привет! Меня зовут Вахитов Артур, и в этом видео мы поговорим о цветочном бизнесе и о кризисе, и как влияет кризис на цветочный бизнес, и влияет ли он вообще, или нет. Итак, ну первое, что я хотел бы отметить, наверное, в цветочном бизнесе это самый главный момент, в первую очередь, это аренда. Это, в первую очередь, то, что, конечно, съедает много денег, но также это важно, так как именно от места расположения вашего цветочного бизнеса и будет зависеть успех. Конечно же, должен быть высокий трафик, конечно же, желательно красная линия, и в первую очередь, что нам приносит положительного по кризису, это то, что арендная ставка снижена. И почему она снижена? Потому что в моменты кризиса не только цветочный бизнес, но и любой другой бизнес закрывается, уходят лишние игроки, вся шелуха отсеивается, и тем самым арендодатели имеют дефицит на свои помещения. И таким образом арендная ставка снижается, и даже если она не снижается, то, когда вы будете брать помещение в аренду, смело торгуйтесь на 30-40%. Я уверен, вы найдете хорошее помещение по ниже рыночной цене, по хорошей для себя. Это первый важный положительный момент кризиса. Второй момент. Во времена кризиса идет хорошее, сильное сокращение, и таким образом появляется много хороших кадров, которые ищут работу. К тому же зарплата, она ниже, чем в обычное время. Это позволит, так сказать, сохранить ваш бюджет. Также снижена конкуренция, как я говорил, уходят лишние игроки. И всегда во времена кризиса можно завышать цены на ассортимент, ссылаясь на кризис и высокую цену закупки. Но в цветочном бизнесе это так. Почему? Потому что в основном цветы закупаются, как мы все знаем, и за границей. Это Голландия, Эквадор, Кения, Испания, Африка. И, естественно, цветы закупаются в валюте, то есть в евро и в долларах. Поэтому цена закупки вырастает. Но как вы можете обыграть этот момент? И вообще во времена кризиса я бы вам советовал сконцентрироваться на поставках российских производителей, российских поставщиков цветов. Потому что закупаясь у российских поставщиков, вы закупаетесь в рублях, естественно, закупка будет намного ниже, что позволит дать хорошие цены в этой конкурентной среде. Но вообще, если мы будем говорить о цветочном бизнесе во времена кризиса, то в любом случае все зависит от концентрации. И тому пример один тренинг, который я когда-то проходил. На нем нас попросили сконцентрировать свое внимание на несколько минут на металлических предметах. И попросили как можно найти больше предметов, сочетать их. После этого нас попросили сконцентрироваться на предметах с красным цветом. И потратив на эти два упражнения 10 минут, после этого нас попросили закрыть глаза и назвать, сколько лампочек в этом помещении. И несмотря на то, что мы в течение 10 минут искали сначала предметы железные, потом предметы с красным цветом, никто не смог даже приблизительно сказать, сколько лампочек было в зале. Это говорит о чем? О концентрации. То есть, если вы концентруетесь на плохом, то вы видите только плохие моменты. Если вы концентруетесь на хорошем, то вы начинаете находить и видеть положительные моменты во времена кризиса. Поэтому, дорогие мои друзья, еще раз повторюсь, закупайте российские цветы у российских поставщиков. Концентрируйтесь только на хорошем. Не стесняйтесь, торгуйтесь, когда снимаете помещение в аренду, и у вас будет все хорошо. А в следующих видео мы поговорим с вами как раз о поставщиках и о российских, и о зарубежных. Напоминаю, с вами был Вахитов Артур. Я помогаю и занимаюсь открытием цветочного бизнеса с нуля под ключ. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете мне задать их в этом видео в комментариях. Также можете написать мне ВКонтакте. Ссылка в YouTube на моем канале есть. Также, если вы хотите получить специализированную литературу о цветочном бизнесе или бизнес-план, и хотите получить ее абсолютно бесплатно, то подписывайтесь на мой видеоканал и оставляйте в комментариях под этим видео свою почту. И я вам на почту скину всю литературу, которая вам даст необходимые знания, чтобы более быть осведомленным о цветочном бизнесе. Всего хорошего. Пока.